Всем привет, с вами Кобяков и вы на моем канале. Наконец-то на улице супер жарко, 35 градусов тепла, это же просто балдеж. Мы почти как на море, только моря у нас нету. Но ничего, все равно у нас есть способы, как охлаждаться в такую жару. Мы пьем воду, всякие лимонадики, кушаем мороженое и, конечно же, кушаем самые вкусные ягоды, которые есть на этой планете. Конечно же, это арбузы. Вы, наверное, подумали, почему я арбуз называю ягодой. Арбуз же такой здоровый, как он может быть ягодой? Но, ребята, кто не знал, арбуз это ягода. Вот такой вот интересный факт. Как вы уже поняли, сегодняшний ролик будет основан на арбузах. Сегодня мы покажем вам 7 необычных способов нарезки арбуза. Мы продемонстрируем, как можно нарезать арбуз ножом, но подать его при этом красиво. А также покажем вам способы, когда ножа под рукой нет. Но обязательно досматривайте этот ролик до конца, потому что в конце вас ждет просто вау-способ. Я на самом деле не представляю, что это будет и очень жду этого способа. Поэтому досматривайте ролик до конца. Перед началом этого ролика ставьте лайк, а мы погнали. Первый способ. И для него нам понадобится арбуз и самый обыкновенный нож. Для начала отрежем четвертинку арбуза. Так, достаем. Такой сочный! Вы посмотрите, какой он яркий. Так, ребята, вы заметили, цвет напоминает вот одну такую кнопочку знакомую, которая находится под этим видео. Конечно же, эта кнопочка подписаться. Если она горит у вас таким вот красным цветом, то, пожалуйста, ребят, нажмите на нее, чтобы она вот стала серой. Мне будет очень приятно, и это замотивирует меня снимать еще больше классных роликов. Ну а мы переходим к способу. Ставим нашу четвертинку на стол и аккуратно отделяем мякоть от шкурки. Вот таким вот образом. Так, как он пахнет, просто нереально. У нас получается отделенная мякоть. И далее ее необходимо нарезать на кусочки примерно по 2 сантиметра. Так, готово. Далее к вам приходят гости, вы такие, так, нужно куда-то выложить арбуз. Но у вас есть кожура, которая будет служить тарелкой. Вы берете и вот таким вот образом в шахматном порядке расставляете кусочки. Вы получаете тарелку из кожуры и красиво нарезанный арбуз. Его можно выставить на стол, взять вот так вот кусочек и наслаждаться этим замечательным днем. Двигаемся дальше. Переходим к второму способу. Для него нам понадобится половинка уже арбуза, нож и длин... Упс, все нормально. И длинные шпажки. Для начала берем нашу половинку арбуза и переворачиваем ее вот так. Далее равномерно втыркаем шпажки. Вот так вот посредине. Так, какой же сочный арбуз, как он вкусно пахнет. Вообще, вы заметили, что все летние фрукты и ягоды пахнут нереально вкусно и сладко? Пока мы подготавливаем арбуз, у меня к вам родился вопрос. А какой у вас самый любимый летний фрукт либо ягода? Напишите в комментариях. Мне вот интересно. Я, к примеру, очень-очень сильно люблю манго. А вы напишите в комменты, что больше всего любите вы. Я почитаю и поставлю лайки на самые крутые комменты. Пишите. Продолжаем. Готово. Вот такой вот еж у нас получился. Далее мы берем нож и отрезаем вот такие вот три части арбуза. Так. И с этой стороны. Разъединяем. Теперь нам необходимо разрезать арбуз между шпажками. Так. Так. Мы получаем вот такие вот эскимо из арбуза, которые можно переложить на тарелку и подать гостям. Гости приходят, берут эскимо из арбуза и кушают вкуснячину. По-моему, это очень удобно и креативно. Переходим к третьему способу. Легкие способы закончились. Переходим к самому интересному. Для начала возьмем большой арбуз. Вот такого вот размера. Он больше, чем моя голова. Нож. И ложка для мороженого. Это которыми вот шарики собирают и потом в рожки накладывают. Мы уже поставили на арбузе вот такие вот метки в виде резинок. Теперь нам необходимо взять нож и сделать вот такие вот прорезы. Он треснул. Первый арбуз треснул. Пришлось взять новый. Еще раз возвращаемся к этому же этапу и делаем вот такую вот прорезь. Так. И с обратной стороны. Метка посередине арбуза проставлена. Теперь необходимо сделать метки сверху арбуза. Вот так. И с обратной стороны. Снимаем резинки. И теперь по нашим меткам вырезаем четвертинки. Раз. Два. Готово. Теперь ножом необходимо вырезать вот эту вот ручку вдоль кожуры. Делаем это все аккуратно, чтобы арбуз не треснул. Выдавливаем. Готово. Это нам не понадобится. Откладываем. Откладываем нож. И теперь необходимо взять тарелку. О. Готово. Теперь берем ложку для мороженого и вырезаем шарики. Раз. Два. Короче, это необходимо проделать со всем арбузом. Фу. Готово. У нас получается вот такая вот корзинка. Далее нам необходимо все, что есть в этой тарелке, переложить обратно в корзинку. Делаем это аккуратно, руками, чтобы было красиво. И последний кусочек. Вуаля. Получаем вот такую вот корзинку, наполненную арбузными шариками. Далее можно взять шпажку, наткнуть вот так вот на шпажку арбуз и наслаждаться ярким солнечным днем. Двигаем дальше. В этом способе у нас будет только арбуз. Вы, наверное, спросите, как его разрезать вообще без ничего. Без ничего мы это не сделаем, но у нас есть монетка. При помощи этой монетки мы попробуем разрезать этот арбуз. С одной стороны, этот способ достаточно странный. Но представьте, что вы приехали куда-нибудь за город, а у вас нету ножа и вообще нету ничего, чем можно разрезать арбуз. Поэтому этот способ для путешественников, которые все забыли дома. Для начала мы берем, протыкаем монеткой арбуз. Вот так. Готово. Монетка в арбузе. Далее нам необходимо разрезать арбуз ровненько посредине, по всему диаметру арбуза. Я думал, это будет полегче. Прошло уже минуты три, и я только вот на таком этапе. Ну а что делать, если арбуза хочется? Осталось буквально пару сантиметров. Фух. Я весь вспотел, пока резал. И теперь переходим к самому интересному. Кстати, если вы хотите удивить там друзей, девушку, можете пользоваться этим способом, потому что он реально всех удивит. Смотрите, у нас есть арбуз, который прорезан по диаметру. И есть рука. Вы подходите такие к арбузу. Ага. Это ты тот хейтер, который писал, что видео отстой. Злитесь на него. И потом. Разбивайте его напополам. На самом деле не больно. Было прикольно. Вы получаете вот таких вот два куска арбуза. Но только как их есть. Об этом я еще не подумал, но можете попробовать вот так. О, получается. Как говорится, на природе все способы хороши. Двигаемся дальше. Пятый способ. В этом способе у нас два арбуза, нож и вот такая вот миска. Это скорее даже не способ нарезки арбуза, а способ удивить ваших гостей. Сейчас все покажу. Самое главное найти два визуально похожих арбуза. Далее один откатываем, а второй разрезаем ровно напополам. Готово. Какой сочный. Как красная кнопочка подписаться. Напоминаю, если вы не подписаны, спуститесь и нажмите на нее. Далее необходимо взять ложку и все из этих двух половин выковырить в эту миску. Ну что, вот такие вот две половинки у нас получились. Если их соединить, получится цельный арбуз. Отставляем их. Это тоже нам больше не нужно. Теперь берем этот арбуз. И с него нам необходимо счистить шкурку. Для этого ставим его на торец. И начинаем вот так вот потихонечку отрезать шкурку. От лишнего избавляемся. И последние кусочки. Ну все, готово. Теперь у нас есть арбуз без шкурки. Его необходимо слегка подровнять. Лишнее с арбуза съедаем. Ммм, балдеж. Теперь необходимо взять немного салфеток и промокнуть, протереть арбуз. Теперь берем нашу оболочку, вставляем в нее второй арбуз. И накрываем сверху крышкой. Придавливаем. Готово. А теперь представьте лицо ваших гостей, когда вы сделаете вот так. Смотрите, как это клево выглядит. Получается настоящее арбузное яйцо. Его можно вот так вот выставить на стол, накрыть крышкой. Затем гости подходят, отрезают себе по кусочку. Но самое главное, если у вас будут спрашивать секрет, никому не говорите. Это между нами. Двигаемся дальше. Также арбуз можно порезать в форме акулы. Я уверен, это удивит гостей и будет интересным занятием для вас на ближайших 30 минут. Для начала необходимо взять арбуз побольше и отрезать нижнюю часть, чтобы его поставить на тарелку. Готово. В первую очередь необходимо сделать рот. Для этого находим центр арбуза, отступаем от него 3 сантиметра и делаем прорез. Прорез необходимо сделать примерно до середины арбуза. Далее необходимо сделать прорез вот так, как будто мы вырезаем четверть арбуза. И аккуратно отделяем отрезанную часть. Готово. Лишнее подрезаем и съедаем. Мне кажется, я столько арбузов не ел даже за все лето. Далее необходимо опять найти центр арбуза, провести условную линию, вот так, не разрезая арбуз. И на протяжении этих 3 сантиметров снять зеленую оболочку. Готово. Мы срезали зеленую шкурку и получили вот такую вот белую часть для зубов. Но перед тем, как мы будем делать зубы, необходимо всю мякоть изнутри достать ложкой. Для вас это займет 1 секунду, ну а для меня 15 минут упорного труда. Далее необходимо сделать зубы. Визуально их чертим. Так. И начинаем вырезать. Так, прорезаем. Достаем. И таким вот образом со всеми остальными зубами. Вот такие вот зубки у нас получились. Теперь необходимо взять мякоть, которую мы достали, и вернуть ее обратно в нашу акулу. Закидываем. Готово. Далее необходимо сделать глаза и плавник. Для этого обозначаем вот здесь круглые глаза. И аккуратненько вырезаем их. Главное не спешить. Первый глаз готов. Теперь вырезаем второй. Главное сделать их одинакового размера. Теперь необходимо взять огурец. Отрезать попку. Так. Две попки отрезали. Откладываем огурец. И на шпажки вот так вот отламываем их. Не, шпажки не подходят. Сейчас, секунду. На зубочистке крепим глаза нашей акулы. Вот так. Получаются вот такие вот глазки. И остается плавник. Мы заранее вырезали плавник из шкурки. Его также будем крепить на зубочистке. Вот так. Ну, а теперь вставляем. Давай. Получилась вот такая вот акула. Ее можно поставить на стол гостям. И они будут подходить. И вот так вот шпажками кушать арбуз. Балдешь. Люблю этот день. Люблю этот ролик. И мы переходим к седьмому. Завершающему. Ну, просто бомбическому способу. Погнали. Для финального способа нам понадобится арбуз. Улица. Потому что в помещении это делать точно невозможно. И много-много канцелярских резинок. Я думаю, многие из вас уже видели такие ролики в интернете, когда взрывают арбузы резинками. Ну, собственно, на кулинарном канале Кобяков не могло не быть ролика, где я взрываю арбуз. Приступаем. Для начала возьмем ножик. Отрежем низ арбуза, чтобы его поставить. Пробуем. Ну, а теперь присаживаемся. И начинаем натягивать резинки. Пока что по несколько не залазит. Нужно по одной. Семь. Девять. Мое предположение, что он лопнет где-то на шестьсот пятидесятой резинке. Но это не точно. Четырнадцать. На самом деле, мне очень нравится сегодняшний ролик, потому что, к примеру, акулу я вообще не был уверен в этой идее. Я не знал, что она получится. И думал, что у меня просто развалится арбуз. Но получилось прикольно. Так как на улице собираются тучи и скоро начнется дождь, мне нужна помощь. Поэтому я позову своего друга Леху. Леха, иди сюда. Это Леха. И мы с ним будем натягивать резинки сразу там по шесть, по восемь штук. Потому что одному это сделать физически нереально. Так, погнали. Тридцать шесть. Мы уже натягиваем по двадцать резинок за раз. Вот сейчас, мне кажется, что он стрельнет уже на двухсотой резинке, потому что его начинают так слегка присплющивать. Как вы могли догадаться, это не совсем способ нарезки, это скорее трюк. И если вам нечего делать, как нам, на выходных, тогда можете это повторить. Только будьте аккуратны под присмотром родителей. Вы посмотрите, как его сдавливает. Это просто жесть. Мне кажется, минут пять и он... Блин, я его только что потрогал рукой, и он начал трещать. Да, лучше встать, потому что есть вероятность того, что он может стрельнуть в любой момент. На арбузе уже триста резинок, он уже максимально сдавлен. Мы разложили сейчас по десять резинок вот так вот на полу, чтобы было удобнее считать. Сейчас будем их по очереди надевать и считать, на какой резинке лопнет наш арбуз. Мы будем это делать на полуприседе, чтобы чешто быстро отскочить. Оператор, ты тоже будь готов, чтобы быстро отскочить чешто, чтобы все снять. Договорились? Все, погнали. Давай, Леха. Триста двадцать. Триста пятьдесят. На грани было, на грани. Четыреста десять. Нормально. Четыреста сорок. Пятьсот. Пятьсот сорок. Мозольку натер. Это было так неожиданно. Вообще просто я сижу такой, говорю, мозольку натер, начинаю поправлять палец, и просто он как стрельнет. Блин, вы посмотрите, как он вообще красиво лопнул. Ровненько вообще, я такое в первый раз вижу. Обычно на видосах в интернете арбузы разлетаются, вообще все заляпывают. А у нас ровненько, как ножом разрезанный. В общем, вот такой вот финальный способ нарезки. Арбуз, кстати, можно есть. Ммм, вкуснотища. В общем, это было максимально круто, весело. Леша вообще максимально не ожидал. Вкусный арбуз хоть. В общем, вот такой вот ролик у нас получился. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, ставьте лайк. Также спасибо, если вы досмотрели этот ролик до конца. Ну а с вами был Кобяков, мой друг Леха. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова